Дорогу Раскидались где-то в пустыне, Оставив Божьи святыни. Господи, прости нас, Господи, прости нас, Господи, прости нас. Мы шли от осени к лету, А счастья нету и нету. Дочь моя, она очень болела, и положение было очень трудное, и мне кроме Бога рассчитывать было не на кого. И вот я обратился к Господу, чтобы Он исцелил мою дочь. Собственно, то, о чем я пою, стань моим врачом. Это действительно была молитва от всего сердца. Я даже помню этот момент, стояла иконка, и я проходил мимо стола, где она стояла, и вдруг у меня появилось желание обратиться к Богу. Помолиться? Я обратился, но не к иконе, конечно, я через икону обратился к Богу. И перекрестился, я это помню. И прошло несколько минут, вдруг что-то со мной произошло. Я ощутил какое-то волнение, переживание. Я ощутил потребность вновь обратиться к Богу. И вот так, собственно, прошло мое обращение. Даже не в церкви, а просто в такой домашней обстановке. И я стал молиться, и стал ощущать Его действие благодатное, покой и мир. То, чего мне не мог никто дать. Я успокоился, я понял, что Господь все устроит в жизни моей семьи, моей дочери. И в храм пришли мы в смятенье, И полетам на колени, И красным горели розы. Это был конец 80-х годов, даже начало 90-х годов. И вот эти процессы пошли, националистические процессы. Украина стала отделяться. Знаете, мне это всегда больно видеть было. Какие-то отряды самообороны организовывались. И меня очень-очень тянуло на родину. Там была моя родина все-таки. Петербург или Москва, мне ничего другого не надо было. И вот тогда Бог еще одно чудо сотворил. Он себя явил. Я сказал, Господь, если ты дашь обмен на Москву или Петербург, то я тебе буду служить так, как я могу. Я даже более конкретно сказал, Господь, я пойду работать в школу простым учителем, преподавать Библию. Вот представьте себе, прошло несколько дней, появился человек. Откуда-то человек, как будто с неба он упал к нам. Он позвонил и сказал, я военнослужащий, я хочу на Украину. У меня в Петербурге чеща, она одна. У нас двухкомнатная квартира. У вас тоже двухкомнатная, меняемся. И не глядя, он только появился буквально несколько минут, и он сказал, мы меняемся. А у вас было объявление об обмене? Да. Вы знаете, мы в лучшем случае могли обменяться на однокомнатную. Угу. И мы обменялись, это был равноценный обмен. И очень быстро, четко, ну вот как только Бог может устроить, мы переехали в Петербург. И я пошел. Как и обещал. Работать простым учителем Библии на полставке в двух школах. И проработал я два года. Угу. Я, к сожалению, ну сейчас говорю к сожалению, я оставил, ну, творчество. Угу. Я оставил стихи. Я считал так. Я не могу сделать то, что уже сделано. Есть люди, которые лучше меня пишут. И есть вот книга, Библия. Вот. Ну, прошло время, я, в общем, вернулся в творчество. Мир погибает на глазах, а мне уже не в ведом страх. Воскресни дух, повергнись плоть, уже грядет с небес Господь. Господь, который пролил кровь и подарил свою любовь. Она святым огнем горит, мне о спасении говори. Небеса, где чудеса, меня зовут теперь небеса. Небеса, где чудеса, меня зовут теперь небеса. Воскресни дух Воскресни дух Неосуществимая, потому что уже дочери было 15 лет. У жены были противопоказания врачей. Она не могла, по их мнению, родить без осложнений, отрицательную резус в крови и многие другие осложнения. Но мне очень-очень хотелось иметь сына. Я даже как-то один раз принес из школы одного мальчика, которого родители избили. И решался вопрос с решением их родительских прав. И я вот сказал, Оля, мою жену зовут Оля, давай его усыновим. Ну, в общем, не получилось тогда у нас усыновить этого мальчика. Ну, вот что произошло на приблизительно третий год верования. Однажды моя жена увидела сон, как в церкви раздают детей. И, значит, кому мальчику, кому девочку. Одни принимают, другие отказываются. И нам ей, именно ей вручили мальчика и сказали, это Саша, это вам сын. И вот она проснулась в изумлении. И она сказала, вот такой был странный сон. Я имею обыкновение записывать какие-то такие интересные сны, свидетельства. У меня, я веду дневники. Я записал этот сон и забыл о нем. И назначенный день, назначенный Господом день, родился у нас сын, которого мы назвали Сашем. Спасибо.